Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, что-то перекликается, может быть, даже с судьбой Это наследок Деи Чи позитивных, чи негативных, дели дыма Вот такая разная точка зрения А что ты скажешь? Что такое карма на самом деле? В переводе с санскрит Карма – это содеянное Это вами сделанное в вашей жизни Карма и судьба Это практически одно и то же Вы можете практически своими руками Своими силами, своими поступками Менять свою жизнь Ты сегодня нам расскажешь о тех правилах жизни Которые помогут жизнь изменить И изменить, так сказать, свою судьбу Или карму, как вам больше нравится это называть У каждого человека, я уверена Есть своя кармическая задача Которую он должен исполнить Чем быстрее мы ее поймем Чем быстрее мы исполним То, что должны исполнить Тем серьезнее будут наши возможности Недаром говорят Посеешь характер, пожнешь судьбу Кстати, Ален, я недавно узнала Что по любимому напитку человека Например, по виду кофе, который он предпочитает Можно определить, какой у него характер Например, эспрессо – крепкий кофе Пользуется популярностью у реалистов Консерваторов и крайне прямолинейных людей Латте – кофе с молоком Предпочитают люди, которые обожают публичность У них хорошее чувство юмора А любители анарикана рациональны И предпочитают брать от жизни все, что возможно Предлагаю нам насладиться ароматным кофе Угощайся, пожалуйста Спасибо Ну, насчет вот этой я абсолютно права Все начинается с Нес-кафе Перейдем к вопросам с форума Потому что эта тема интересует очень многих наших зрителей Которые пишут нам Вот Ирина из Харькова Здравствуйте, мне 43 года Я уже три раза была замужем Но каждый брак заканчивается предательством со стороны мужей Наверное, измены имеются в виду Моя мама рассказывала, что ее первый муж тоже предал ее Может, это как-то связано с родовой кармой? В позицию предательства вкладывает смысл измены Думаю, да Если такие вещи происходят во многих поколениях То есть мамы, бабушки, прабабушки А здесь три раза у самой Ирины и еще и ее мама Скорее всего, необходимо было простить того первого мужа Который совершил какой-то глупый поступок в своей жизни Или умный, неизвестно, понимаете Непрощение поставило какую-то такую печать Не позволило прийти к новому этапу И это, возможно, произошло в жизни мамы И из-за этого Ирине сложнее справиться с такой проблемой Которая повторяется и повторяется Вот действительно впечатление, что нам приходится Вот пока мы не решим какую-то свою ошибку Или кармическую задачу Мы не можем дальше идти Судьба тебе может предоставить и пять раз одно и то же испытание Пока ты его не преодолеешь Пока ты не отпустишь и не простишь У тебя ничего не выйдет Знаете, ко мне однажды обратилась одна девочка Идет и просто на жизнь жалуется, жалуется Вот, у меня все плохо, у меня нет детей У меня нет мужа, никого у меня нет Я повернулась на нее, смотрю, говорю, не может быть Ты энергетический мать и у тебя есть дочь У тебя не может не быть дочери Она говорит, да что ты, у меня 20 лет диагноз бесплодия И я говорю, понимаешь, ты делаешь что-то неправильно Говорю, отпусти обиду раз У тебя есть обида на мужчин или на мужчину Там действительно был комплекс комок обид И вторая тема Я сказала, ты чего-то очень сильно боишься У тебя есть страх Она сказала, да Я боюсь определенных вещей То есть боялась воды Девочка научилась плавать В процессе того, как она училась плавать Она познакомилась с молодым человеком И они благополучно родили прекрасную дочь С диагнозом бесплодия 20 лет А простила она своего мужа, который ее предал и бросил И простила своего отца, который предал и бросил ее мать И у нее сложилось моментально, буквально за полгода Сложилось все, чего ей в жизни не хватало Вот как человек своими поступками и своей духовностью Может в конце концов преодолеть свои проблемы И это яркий, хороший пример Спасибо тебе огромное Ну вот советы для Ирины Или женщин, которые попали в аналогичную ситуацию Прощение, уверенность в себе И какие шаги дальше предпринимать Аналогичный случай Я бы сказала, дорогая Ирина Во-первых, прости, отпусти Если не можешь простить, рассмейся Посмейся над ситуацией искренней Признайся в своих недостатках Возможно, ты не из одних достоинств Измени что-то в своей жизни И сразу увидишь, как жизнь изменит отношение к тебе Вполне практичные советы, которые, пожалуй, применимы Каждой жизни и необходимы Но что касается женщин, очень хочется заранее знать Что-нибудь о своем избраннике Да и разобраться получше в спутнике жизни Например, в муже И завтра мы с Аленой будем готовить магическое блюдо Которое поможет вам, дорогие, абсолютно все Узнать о своем супруге Для того, чтобы это мероприятие принесло успех На который мы твердо рассчитываем Вам нужно сейчас дать мужу лист бумаги Ручку И продиктовать ему список продуктов Это ржаная и пшеничная мука Капуста Молоко Масло сливочное Перец Яйца Репчатый зеленый лук А блюдо, которое Алена будет готовить А я буду учиться вместе с вами Поможет наладить отношения со своим спутником Или привлечь молодого человека Если вы еще не замужем А мы тем временем продолжаем Наш серьезный разговор о судьбе и карме Мария из Севастополя спрашивает Недавно у меня родился ребенок Муж решил назвать его в честь своего прадеда Иваном Но судьба у него была нелегкой Он часто болел и умер молодым Может ли судьба деда как-то повлиять на судьбу моего сына? Ничего в этом плохого практически нет Не может ребенок 100% повторить судьбу деда Вот еще один вопрос от Татьяны из Макеевки Уважаемые эксперты, я уже несколько лет не могу забеременеть Мы с мужем проходим курс лечения Не связано ли это с плохой кармой? И может быть вы подскажете, что нужно сделать, чтобы задобрить судьбу И она помогла нам закончить лечение успешно? Я даю всем один и тот же практический совет Надо начать исполнять функции материнства и отцовства До того, как вы родили своего ребенка Придите в детский дом, подарите им игрушки Поговорите с ними, почитайте книжки Иногда говорят, да, больно, у нас своих деток нет Нам больно вот наблюдать И это, понимаете, это имеет энергетику обиды Вот там ползает карапуз красивый, а я не могу родить ребенка Вот если человек это отпустит, то будет решена какая-то определенная кармическая задача Какой-то откуп кармический произойдет Вы потратите свое время, свои силы, отдадите что-то детям, кусочек тепла Вы все тоже знаете такие случаи Когда у пары долго не было детей, а потом взяли и усыновили И у них тут же свой родился И сразу появляются, вон кивают, вон, видите, знаете, знаете Возможно, ваши предки были грешны, греховны в воспитании детей, в наказании детей Исправляйте свои ошибки и рожайте здоровых детей Кто хочет задать вопрос Алене? Вот девушка в белом свитере Меня зовут Людмила Меня интересует очень такой вопрос Мне уже за 30, я никак не могу найти свою вторую половинку Как-то не получается, может, это карма? Мне нужна ваша левая рука Левая, да-да-да, вот так вот И глазки можно закрыть Открывайте глазки Сколько вам лет? Вы сказали 31 Присаживайтесь У вас возможности были в 22-23 года Вам 22-23 Смотрите, вы уже тогда закончили учиться и только начинали работать Так, да? И там, когда вы пришли на работу, там вы молодая, красивая, симпатичная, а там женатый мужчина Было? Было Паранишка, которому ты очень нравилась в то время А ты потратила время на женатого Увлеклась им Взяла чужое И поэтому пропустила свое Ты не увидела, не рассмотрела, потому что любовь заслепила твои глаза Ну вот тогда, в то время Теперь нужно ждать, пока опять трамвай сделает судьбоносный большой круг И опять остановится на какой-то остановке Это всегда кратно трём Иногда три месяца, иногда три года, иногда двенадцать лет И я считаю, что судьба у вас ваша будет Ну, буквально в течение года максимум полутора Вы в дороге познакомитесь с ним Это будет дорога Ну, ещё, например, кто-нибудь Ну, вот вы, молодой мужчина Оператор, вот, за четвёртой камерой Алёна, ты показываешь на Александра То есть ты чувствуешь, что там есть какая-то интересная история Связанная с кармой и судьбой? Снимите наушники, послушайте, что я вам скажу У вас пьющая кровь Вы человек не пьющий И вы очень много работаете Но ваш отец Очень крепко выпивал? Ну, бывало такое А дед? Ну, это не могу сказать точно вам И дед выпивал, и отец выпивал У вас по мужской линии идёт пьющая кровь И ваша кармическая задача Отрабатывать Отрабатывать лень Отрабатывать пороки Рода своего У вас совершенно другое отношение к спиртному Понимаете? То есть у вас совершенно стеклянные глаза И у вас теряется память Вы ничего не соображаете У вас отношение к спиртному Оно не так на вас действует У вас нет веселья Есть какое-то погружение В какую-то тёмную яму Если вы будете вести активный образ жизни Здоровый образ жизни Много работать И посвящать своё время другим Даже хотя бы любимой девушке То вы родите здоровых детей И ваша кармическая задача Воспитывать хорошо своего сына И следить за ним А не так, как за вами следили Поэтому задумайтесь о том, что я вам говорю Извините, если что не так Но я промолчать здесь просто не могу Потому что если будет не так То это будет крах и трагедия Спасибо тебе огромное, Алёна И спасибо Александру Потому что я и не знала, что такая сложная ситуация в прошлом была А Александр держится молодцом Прекрасный профессионал Поблагодарите, пожалуйста, моего коллегу За то, что он, несмотря на то, что карма вроде бы тяжёлая Держится А теперь, благодаря вот этой твоей помощи Знаешь, как важно? Поддержки какой-то Я уверена, что и дальше всё будет хорошо Я понимаю, что в каждой ситуации Важен индивидуальный подход Вот мы в этом сейчас убедились Но, наверное, есть общие правила, способы Как повлиять на свою судьбу Чтобы улучшить жизнь Как я понимаю, не только свою личную жизнь Но и жизнь последующих поколений Своих детей и внуков Это для нас тоже необычайно важно Общее правило Правило для всех Первое из них Не мстите Главное Не колеровать обиду Не колеровать это всё в себе И отпускать её И не мстить при этом Не надо делать в ответ плохое Если вам сделали недоброе Делайте добрые дела Делайте добрые дела без напоминаний Без позиции «надо» Вы получите в ответ благодарность И судьба вас отблагодарит за это Не зацикливайтесь на плохом Нельзя говорить, что у меня всё плохо Вот это, вот это, вот это Перечислять Это как для оптимиста стакан наполовину полон А для пессимиста он наполовину пуст Найдите, пожалуйста, время Извиниться и поблагодарить своих родителей За то, что они вас воспитали За то, что они вам дали Не забывайте корни свои Вот корни надо чтить и помнить Это одно из самых главных правил Прощайте, даже если они 300 раз неправы Если не можете простить просто так Значит, отпустите Знаете как? Отпускай у нас судьб Божий Пускай там сверху разберутся Кто был прав, кто был неправ Прощайте и будете прощены Если выполнять хотя бы некоторые пункты Из всего, что я сказала Судьбу можно изменить и изменить намного Вы сами почувствуете разницу между вчера и сегодня Как же я рада, что имею возможность Поблагодарить тебя, Аленушка И вас за то, что вы были у меня в гостях Давайте встретимся завтра И все будет добре Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!